Всем привет, ребята! Вы на канале SoberVision. Подъехал новый свежий выпуск. В этом выпуске я покажу, как себя чувствует семья Мирмикарий Брунея. Мы их переселим в новый Формикарий и посмотрим, как они там разместятся. Ну что, поехали? SoberVision Vlog Итак, ребята, посмотрите, как разрослась семья Мирмикарий Брунея. В этом инкубаторе уже нет ни одного кусочка живого пространства, где бы могли разместиться муравьи. Она вся полностью забита. И самое время их переселить, предоставить им новое пространство. В группе ВКонтакте вы проголосовали, что переселить вы хотите этих муравьев в Формикарий Азия. Давайте это и сделаем. Выберем Формикарий Азия. В качестве арены выберем большую самосборную арену. Единственное, что там будет, это будет просто всякий песок разной фракции. То есть я не буду делать какую-то жесткую основу, крепить на него песок. А этот песок будет просто сверху насыпан. Посмотрим, как они смогут себя чувствовать в таком Формикарии, на такой арене. Будут ли они очищать все дно, все пространство себе высвобождать. В общем, понаблюдаем за тем, как ведет Мирмикария Брунея себя в задекорированной арене с помощью обычного песка разной фракции. Итак, ребята, давайте сейчас мы возьмем Формикарий, арену, подстыкуем все вместе и заселим туда Мирмикарию. Итак, ребята, перед вами Формикарий Азия, арена и начинаем переселять туда муравьев. Прежде чем их туда переселить, я, как вы видите, нанес антипобег обязательно, потому что муравьи очень хорошо ползают и по-любому кто-нибудь из них попытается вылезти. Так, как нам сейчас это сделать? Давайте я предлагаю положить пробирку на арену и открыть в ней вход. Кстати, в этой арене у меня жила Мирмецея. Но Мирмецея была переселена сейчас в другой Формикарий, поэтому арена эта освободилась. Посмотрим, как с таким покрытием, с таким песочком будут уживаться Мирмикария Брунея. Открыл я Формикарий. Точнее, не Формикарий, а инкубатор. Посмотрим, муравьи активно ли будут выходить сразу же. Но это вообще Мирмикария такие, муравьи достаточно активные, поэтому, я думаю, заселение произойдет достаточно быстро. Единственное, что мы сейчас еще сделаем, это увлажним Формикарий Азии, потому что он у нас совсем сухой, гипсик полностью белый. Такое жилье не особо понравится нашим муравьям, поэтому выливаем туда около 5 мл водички фильтрованной. Я использую осматическую воду, она полностью безопасна для муравьев, нет никакого в ней ни хлора, никаких-то тяжелых металлов и так далее. И плюс, на стенках Формикария, на стенках акрила не будут появляться никакие отложения в виде солей, в виде какого-то железа, еще чего-то. В общем, самое оптимальное, как я считаю, это использовать такую вот дистиллированную воду для увлажнения Формикария. Так, как вы видите, 5 мл туда неплохо вошло. Ну что, будем смотреть за их переселением. Первые муравьи уже активно начали вылазить из инкубатора, пока они явно потеряны и не поймут, что произошло. Формикария длительное время жила в тесной пробирке, и теперь у них столько нового пространства. Матка пока находится в инкубаторе, и лишь небольшая часть рабочих тусуется возле входа. Чтобы они спокойно могли попасть в Формикарий Азия, я подложил небольшой камушек возле самого входа, чтобы им было проще найти дорогу туда. Ну что, ребята, вот и прошли сутки, чем меня порадует Мирмикария? Так, не понял, не понял. Вся семья находится до сих пор еще в инкубаторе? Блин, да ну, я не узнаю Мирмикария. Это что такое у нее? Такое у нее аккуратное поведение, что ли, стало? Это же бродяги, они же носятся по всей арене, как сумасшедшие. Постоянно что-то выискивают, переносят, заносят, выворачивают камни, растения, все истребляют. А тут семья притихла, и все сидят в инкубаторе. Блин, я вообще не узнаю Мирмикарию. Посмотрим, есть ли кто-нибудь у нас уже в гнезде. Ага, один разведчик уже находится здесь. Давай, давай, меня увидел, застеснялся, побежал назад. Давай, давай, беги назад. Но уже, в принципе, есть какие-то надежды, какие-то нотки на то, что это гнездо будет освоено. Предлагаю его еще немножко затемнить. Когда я его поставлю сейчас на очередной, так назовем, простой, я затемню его. И посмотрим, простимулирует ли это для переселения или нет. А сейчас давайте их покормим, потому что уже больше суток они мне ничего не ели. Такой стресс, переместили куда-то в непонятное место и не кормят. Давайте их покормим. Люблю я, конечно, фисташки. А самое прикольное, что от них остается вот такие вот интересные скорлупки, которые мы можем использовать для того, чтобы наливать в них сироп. Положим тарелочку поближе ко входу, чтобы муравьям не пришлось долго искать. И нальем туда медовый сиропчик. Нальем побольше, семья уже не такая маленькая. В принципе, должна выпивать спокойно вот такую вот целую тарелочку медового сиропа. Да, ребята, я думал, вы тут уже вовсю осваиваетесь, носитесь как ненормальные по всей арене. А вы притихли все и по арене бегает всего один разведчик. Ну да. Вообще не похоже на мормикарио. Так, ну что, ты будешь искать сегодня сиропчик или нет? Или ты полез куда-то на самый верх, почувствовал, что я открыл крышку и думал, что там что-то будет интересного? Я думаю, там ничего тебе интересного не будет. Там всего лишь нанесен антипобег. И ты его точно не пролезешь. Ну что, ребята, вот, наконец, первые рабочие нашли сиропчик. Один тот, который полез наверх, спустился все-таки вниз. И второй также вылез из гнезда, из инкубатора. И нашел этот медовый сироп. Все хочу сказать сахарный. Медовый сироп. Видите, какой они грязный инкубатор уже здесь стал. Ну реально было полное переполнение. Смотрите, сколько их там сидит. Вообще, видимо, невидимо. Весь инкубатор полностью кишит в мормикарио. Так, так, сообщил своим друзьям. Смотрите, как они засветились. Что там у нас? Да, ребята, медовый сиропчик подъехал. Вот как вы стали сразу активные. О, посмотри, посмотри, как побежали. Блин, ну нифига себе. Сидели так спокойно. Проголодались, бедолаги. Ну идите кушайте все. Всей толпой вылазят. Просто всей толпой выходят покушать. Сразу такие активные стали, воодушевились. Блин, вообще даже практически места свободного нет. Со всех сторон облепили. Интересное, конечно, у них тоже поведение. Вот, ну вот почему-то они решили затихариться. Пока я их не кормил, ничего. Один всего лишь разведчик пошел в новое гнездо, нашел его и сидел там. Остальные все находились в инкубаторе. Так, так, ну полностью уже, да, облепили бы тарелочку, ребята. Вот с такого ракурса, ребята. Я вам сейчас покажу, как муравьи кушают. Блин, даже друг на друга залезли. Вот дает. Да, этой тарелочки им даже, скорее всего, будет мало. Хотя нет, не мало. В принципе, все должны подкрепиться. Накормить свой расплод. Расплод у них тоже прилично. Там и коконы, там и яйца, там и куча личинок. Практически все, посмотрите, да, осталось совсем в инкубаторе немножко рабочих. И практически все сейчас облепили тарелку. Тарелку с медовым сиропом. Это должно, я думаю, дать хороший импульс энергии для муравьев, для того, чтобы они все-таки начинали активно изучать арену, активно изучать новое гнездо и готовиться к переезду. Но даже если они в ближайшее время не переедут, они могут это не сделать, потому что, посмотрите, сколько воды еще в инкубаторе. Воды в инкубаторе достаточно. Вот как только вода будет заканчиваться, а я буду продолжать увлажнять гнездо, гнездо формикарий Азия, они просто обязаны будут переехать. Эти муравьи совсем не дураки. Они очень умные. Это не Лазиус Флаус, не в обиду будет Флаусом сказано, но Флаусы могут сидеть бесконечно на одном месте, даже если они будут умирать и не будет хватать ни воды, ничего. Они будут продолжать находиться в своем формикарии. Но Мирмикария Брунея – это очень умные, сообразительные муравьи. Как только они почувствуют что-то не то, они будут искать любые шансы на то, чтобы выжить, поэтому они спокойно переселятся. Ну что, ребята, давайте оставим их в покое, а завтра мы их покормим обязательно очень интересным белковым кормом. Я думаю, что это будет туркменский таракан небольшой, его немножко совсем придавлю, и посмотрим, как эти ребята быстро и эффективно поймают его. Ну что, ребята, вот и прошло 12 дней. И только сегодня муравьи полностью переселились в формикарий Азия. Посмотрите, в пробирке никого не осталось, только на 12-й день. Мы все говорим про то, что Мирмикария такая смышленая, такая быстрая, но вот насчет переселения они вообще не торопились. Может быть, это и к лучшему, может быть, они чувствовали, что этот процесс должен идти потихоньку. И теперь посмотрим в формикарий Азия, и вот видим, что вся семья находится здесь, и матка здесь, и все. Муравьи переселялись потихонечку, потихонечку, полегонечку, и только на 11-й день матка перешла в формикарий. Сейчас они уже все находятся здесь полностью. Пробирку они, инкубатор, не используют никак. Я ее оставлю на арене как поилочку, но в ней муравьи не находятся абсолютно. Они полностью все время проводят в своем новом гнезде. Сейчас я им положу туркменского таракана, немножко их покормлю. Мы на этот процесс посмотрим. Ну вот так вот, да. Итак, ребят, помещаем на арену небольшого туркменского таракана. Посмотрим сейчас, как Мирмикария будет на него охотиться. Он немножечко так обездвижен, не такой активный, чтобы Мирмикария поскорее его поймала с наименьшими потерями. Но вот видим, что первый рабочий уже нашел его. Посмотрим, так же быстро они реагируют на добычу. Что сейчас будут делать рабочие? Вот посмотрим, первые рабочие с арены, они уже прибежали. Можно сказать, рассказали, что поймали гигантского-гигантского монстра. И посмотрим сейчас, что будет делать основная... Так, это что у нас, такую личинку потащил рабочий? Да, одна личинка, видимо, была на арене где-то, на просушке или еще что-то такое. Так, но пока активизация колонии у нас особо не произошла. Нельзя сказать, прям массово-массово все выбежали. Но какие-то движники, какие-то все-таки движники происходят. Первые муравьи уже активно начинают кромсать нашего таракана. И, как обычно, растягивают его за все лапы, какие только можно, в разные стороны. Таким образом они его обездвиживают. Пока они кромсают таракана, я немножечко вот эту пробирку положу в сторону. Я не буду ее полностью убирать, будет у меня как поилка. Вот, положу вот сюда вот подальше уголок, чтобы никто не уволок, как говорится. А первые рабочие уже вовсю кромсают нашего таракана. Растянули его за лапы, и процентов, наверное, на 99 они попытаются затащить его в гнездо. В гнезде все прекрасно, оно увлажнено. Маточка находится вот здесь как раз в дальней камере, в принципе, где и должна находиться, где находятся всегда все муравьи, не в первой проходной камере, а во второй камере. Как только они заполнят первый модуль, я буду им открывать второй, и, соответственно, получат доступ к третей. Какое будет дальнейшее развитие, посмотрим. Может быть, подключим дополнительно Азию или Формикарий Москва. В общем, будем смотреть по ситуации действовать. Ну что, ребят, прошло буквально 5 минут, и таракан уже находится в гнезде. Теперь его разделают, и спокойненько все будут кушать. Кормить своих личинок, выкармливать. Которые потом уже сделают коконы, и появится еще больше новых рабочих. Я предлагаю эту семью оставить в покое. Я надеюсь, вам понравился такой блоговый формат. Он будет периодически выходить на канале. Не скажу, что это будет теперь повстоянный формат, но такой формат будет появляться. В ближайшее видео я вам покажу кормление капканов в природном Формикарии. Покажу, как там дела со всеми муравьями. Поэтому не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать комментарий. Это помогает развиваться нашему каналу. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!